слава богу дорогое собрание всех кто пришел в этот дом прославить имя нашего господа как хор пропел что он жив и он победил и мы вместе с ним потому что его победа это наша победа смерть его это за нас была его смерть его воскресенье это наше оправдание слава господу я хотел бы с вами поделиться словом божьим которое записано в книге деяния апостолов я буду читать с первой главы первые 8 стихов такое место священописания первую книгу написал тебе я феофил о всем что иисус делал и чему учил от начала до того дня в который он вознесся дав святым духом повеление апостолом которым он которых он избрал которыми явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь им и говоря о царстве божьем и собрав их он повелел им не отлучаться от иерусалима но ждите обещанного от отца о чем вы слышали от меня ибо иоанн крестил водою а вы через несколько дней после сего будете крещены духом святы посему они сойдя спрашивали его говоря не все ли время господи восстанавливаешь ты царство израилю он же сказал им не ваше дело знать времена или сроки который отец положил своей власти но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и по всей иудеи и самарии и даже до края земли до сего места ну я так рассуждал над этим словом и так думал я думаю вы тоже будете согласны с этим тут говорится о апостолах которых он избрал которых он которым он явился по его воскресенье которых он учил на протяжении много времени учая их поднимая их веру и взращивая их и вот это место священного писания которым я прочитал это говорится а можно сказать начале церкви иисуса христа я так думал думаю ну хорошо христос воскрес почему он является только ученикам по воскресенье свое вы никогда не думали над этим вопросом ну я так рассуждал думал но пришел бы в храм там где его не приняли это же его народ он бы пришел в храм показал бы священникам и руки свои и ноги свои и сказал что это вы меня распинали и может быть они тогда бы поверили ли как бы может быть как-то по-другому бы шло это но я так думал над этим дорогие дело в том что однажды он сказал такие слова они может быть были как бы печальны для некоторых людей но он сказал что дом ваш остается пуст почему он эти слова сказал потому что их не отвержение они отвергли его они не приняли его и более того когда он воскрес они даже дали воинам деньги чтобы они распространяли ложь что ученики пришла пришли украли тело его и вот в этой лжи они строили как бы свое будущее но христос почему-то отдельно специально является учениками и читающие писание знаете что одного из учеников не было и он не верил хотя они все не верили в одном из евангелий написано что он пришел и упрекал их за не веря и что они даже увидевшую воскрес что они не верили им то есть вот такая наша натура человеческая сколько он не утверждал их не веру сколько он чудес не творил но они все равно одолевали их сомнение ну мы смотрим на них и как бы видим себя в этом отражении вроде бы как бы и вера есть и все и вот бывает приходят сомнения в этом и люди это мы такие и поэтому и христос сказал что я с вами до скончания века и он никогда не покинет нас может быть мы будем далеки от него но он всегда близок он я близок я буду с вами я буду ваших переживаний я буду ваших страданий казалось бы когда одолевают какие-то трудности и бог тебя не слышит но это на самом деле не так он говорит я был близок с тобою я всегда рядом я всегда там где ты говорит воззови я отвечу тебе ты только воззови а он уже готов ответить не спит и не дремлет хранящий израиля слава ему мы сегодня пришли прославить имя нашего господа и так как сегодня эта страна отмечает день мамы я поздравляю всех матерей примите мое искреннее поздравление что сегодня ваш день сегодня отмечает особым как бы числом что мамы они принесли детей в этот мир через маму родились все мы на этой земле и мама она является как бы матерью всех живых я так рассуждал думал тоже над церковью что церковь это по сути дела является мама может вы будете не согласны со мной но я так думаю что церковь она рождает души для вечного царства слава богу потому что бог так утвердил это столб и утверждение истины правда это это так есть это так написано в слове божьем но христос сказал что я есть путь истина и жизнь церковь это тело его а христос является главою церкви и хорошо нам сегодня здесь уютно быть но хотя уже снаружи наш наша церковь она меняется вы сами заметили и может быть вы хотели может быть кто-то не хотел но уже как бы вот этого эксперимент большого взрыва которым сережа жук говорил он начался уже но я думаю что у нас будет по-другому у нас будет очень все красиво будем в это верить и я в этот день хотел бы тоже вот рассуждать над этим вопросом как бы что церковь иисуса христа она несет заряд потенциальный заряд спасения для всех людей вот мы собрались здесь у нас есть у каждого переживания есть какие-то нужды есть какие-то проблемы это хорошо когда мы говорим богу когда мы передаем записки и церковь молится о нас и нам как бы стает ну легче даже от того что уже кто-то молился о нас кто-то уже кто-то уже взывал господу о нашей нужде дорогие но церковь иисуса христа она должна молиться она должна молиться о тех людях которые не с нами которые за стенами этого дома хотел бы задать вам этот вопрос и прежде всего себе как часто мы молимся об этом мире ведь этот мир он погибает и мы верующие мы знаем что это их не путь в погибель какие наши действия вы знаете когда дом горит то хватают какие-то тушительные средства и начинают тушить потому что беда пришла надо тушить надо все но я смотрю что этот мир в этом грехе он просто захлебывается а наше какое наше участие как часто мы взываем богу о этих людях которые не знают господа вы знаете израиль он отверг иисуса христа но его отвяжение явилось спасение нам это промысел божий мы никогда этого не поймем до конца но бог так возлюбил мир что он отдал сына своего чтобы никто не погиб но все пришли ко спасению все приняли его и в этой молитве когда мы сейчас склонимся я хотел бы чтобы мы от всего сердца возвали к нашему господу о том что он нам подарил это спасение он дал нам это и он говорит вы примите силу своим ученикам когда сойдет на воздух святой и что потом и он говорит следующее он дает им повеление и вы будете говорит свидетелем не мне и в иудее и в самаре и даже до края земли ну где сегодня край земли ну гена никутьев говорит что он ездил до края земли и он свидетельствовал что есть такое место ямал но я не думаю что это именно писание говорит об этом ямале край земли я так понимаю там где грех там где беззаконие и нам верующим в него нужно как никогда светить в этом мире христос говорит вы соль земли вы свет миру давайте явим этот свет миру давайте покажем что мы в этой молитве пред богом предстанем и скажем ему что мы сожалеем о том что этот мир погибает ведь у нас должны быть те же чувствования что во христе иисусе а какие у него были чувствования чтобы спасти этот мир правда много мы не можем сделать описание нам говорит что вы ничего не можете делать без меня мы сознаем эту нищету мы просто будем просить господа будем просить у него силы чтобы бог нас употребил когда нам нужно когда нам нужно открыть уста и когда нам нужно возвести истину его чтобы у нас была эта вера что это наше слово но не напрасно что мы скажем слово и оно подействует на этих людей сколько такое было таких примеров когда люди сомневались думали ну кому тут проповедовать и даже в священном писании в этой книге где я прочитал там дальше если вы читали там написано такие слова что сказал одному из своих сотрудников филиппу иди на дорогу которая пуста ну что там делать на дороге пустой казалось бы что то какое то заблуждение ну что приду я на пустую дорогу и что дальше и бог дает ему что дальше делать и он говорит вот это это сделай это и потом мы находим что вот эта весть Евангелия она пошла дальше чем чем эта дорога которая была пуста он пошел в свою страну он уверовал в бога пришел этот мир и покой дорогие нам бог поручил нести это Евангелие слава ему давайте склонимся в молитве прославим его он достоин славы аминь спасибо спасибо спасибо